Гурманы, вкусно на 7 дня. Мы часик отдохнули и в путь на обзорную экскурсию по Гатару. Договорились мы за 140, если я не ошибаюсь, 140 реалов на двоих. 240. 240? А, ну да, 120 на каждого, 240 реалов на двоих. Гатар – это город контрастов, который славится своими футуристическими небоскребами. Следующая остановка – вид на новый Гатар. А с той стороны старый. В этом прекрасном месте получаются самые красивые фотографии. Друзья, мы на еще одной фотозоне. Здесь потрясающий вид на заливе. Здесь даже можно покататься на этих водах. То есть можно сделать все в одну остановку. Катар – это неприлично богатое арабское государство. Даже не верится, что когда-то Доха была рыбацкой деревней, которая добывала жемчуг. А вот он, знаменитый мячик. И небо скребалось. Катар – как огромнейшая фотостудия, где получаются потрясающие фотографии, как с обложки журнала. Блогеры могут тут заснять контент аж на целый год. Кстати, вот эта вот стена, видите, она продолжается, продолжается. Это все поместье одного человека. Они просто безумно богатые. Наша следующая остановка – остров Перуав Гатар. А эти два гигантских купола – The Gallery Mall. Сюда мы вернемся позже. Здесь светящиеся фонтаны и потрясающий вид. Здесь настолько зелено, что ощущение того, что ты где-то в пустыне, абсолютно не чувствуется. А дороги у них прям зеркальные. Это въезд к Кэрл Айсланд. Кэрл о Гатар. Прям чужина Гатара. Приезжаем мимо очень красивой мечети. Правда, внутрь они не побывали. Кто побыл, расскажите, как там. Что это? Это Перуав Гатар. Марина там. Это Феррари. Это Перуав Гатар. Просто посмотрите на это. Главное, чтобы меня не сбили. Я снимаю и не смотрю по сторонам. Просто. То есть, вот там справа – Феррари. Слева – Ролс Ройс. Это вход в жемчужину. Пэрл Айсланд, он небольшой. Он такой вот круглый. Здесь – это очень дорогой район. Здесь самые дорогие высотки. То есть, чтобы купить здесь квартиру, нужно иметь очень-очень много-много-много денег. То есть, в Пэрл Айсланд иностранцы имеют право приобретать себе апартаменты, потому что в других местах у них этого права нет. Поэтому здесь в основном живут иностранцы. Друзья, обязательно берите обзоры, потому что вы отчасти, вы можете объездить в весь Гатар. Это жемчужина Гатара. Это самый дорогой район. Феррл Айсланд. Сейчас мы едем. Мол, он в виде Венеции. Типа Венеция в Гатаре. Поехали. Мы сейчас делаем круг вокруг Пэрл Айсланда. Только не изнутри, а снаружи. Слева уже ленки совсем другую стилю. Да, мы, наверное, уже подъезжаем к Венеции. Мы доехали до Гатарской Венеции. Очень много здесь людей. Здесь много магазинчиков. Знаете этот мост? Как он называется в Венеции? Мы прогуливаемся по Венеции. В Гатарской Венеции. Здесь везде кафешки. Мне интересно, это жилые дома или нет? Надо спросить у нашего гида. Венецию мы оставляем. И едем в историческую деревню. Пока-пока, Венеция. Ну что, едем в следующее место. О Венеции говорим. До скорых встреч. До скорых встреч. Наш гид сказал, что в Венеции живут жители Саудовской Аравии. Арабо-Саудовской Аравии. Сами гатарцы здесь не живут. Они даже сюда не приезжают. Они в моллах. Ну, дорогих, да, дорогих ресторанах. А вот Арабо-Саудовская Аравия здесь. Ну, как-то так они разделили. Город так красиво здесь. Во время чемпионата мира по футболу, значит, арабов из Саудовской Аравии на машинах сюда пускали за 1500 долларов. То есть, из-за того, что их очень много, приезжают сюда. Если бы они все приехали, то есть никого не ехали. Он говорит, кого вы только там видели, это все арабы из Саудовской Аравии. Для них гатар – это кусочек рая, что ли. Ну, уникальный кусочек места, где можно хорошо провести время. То есть, это как уникальное место для них, да. Как центр, что ли. И, вы знаете, когда они сюда приезжают, они в определенных районах ходят. Ну, они, арабы из Саудовской Аравии, для них как-то, ну, ближе из деревьев. Бывает, как они наехали. Вот, для них это то же самое. То есть, тогда так выходит, что уровень гатара выше, чем в Саудовской Аравии. Бежит. Мне так кажется, во всем случае, раз они сюда приезжают. Сейчас мы подъезжаем к Него-оскребу в форме Луны. Такое же вы можете увидеть в Баку. Там оно направлено рожками вниз. Начну этот ад. Я сделала вам полный обзор на экскурсию. Он остановил, чтобы мы сфотографировались около этой потрясающей Луны. Вы знаете, я не могу вам просто сказать, какие ощущения. Это настолько масштабно. Это настолько поражает, что я прям, извините, меня звонок. Наш гид говорит, что, значит, арабы из Саудовской Аравии, вот, допустим, вот эта Кия, это их машины из Саудовской Аравии. Для Гатара, гатаровцы не ездят на таких. Для них это дешевые машины. Они ездят на очень крутых машинах. То есть, вот такие джипы, что-то вроде Киев, для них это очень дешево. А для них что-то вроде Шигули, они не едят, а вообще на них. Говорит, что это типа смолка для гатарцев. Они вообще на них такое не садятся. И население Гатара абсолютно все миллионеры. Миллионеры, ну, наверное, миллиардеры. Но здесь бедных вообще нет. Кстати, тот, мол, который мы приезжали днем, вечером, посмотрите, как он красиво светит. Мы приехали в старый город Дубая. Это голубая мечеть. Он нам сказал, сфотографируйте ее, чтобы не потеряться, потому что здесь очень легко потеряться. Тем более, что уже стемнело. А вот и их классические навесы. Темнота придавала какую-то загадочность этому месту. Было так атмосферно. И так как было темно, туристы рассеялись по домам. Я как будто в сказке. Попала в восточная сказка. Нет. Сейчас появится джинн. И я попрошу у него миллион швань. Вот куда мы вышли. Он сказал, там амфитеатр. Здесь хочется петь. Арабская ночь зовет меня. Где мой ковер-самолет? Мы зашли в амфитеатр. Наши дети сказали, строго налево идите, не сворачивайте никуда. Он так переживает за нас. А, здесь цветные фонтаны. Какой вот амфитеатр. Видимо, вид красивый. Это амфитеатр. А, это фонтаны. Мы добрались до цветных фонтанов. Сейчас нужно нам подняться наверх, чтобы увидеть этот потрясающий вид. Мы это сделаем. Фонтаны меня ждали, что ли. Тут я пытаюсь максимально приблизить, чтобы вам показать красоту ночного гатара. Так как у меня не было сил подниматься вверх. Но! Я себя пересилила. Вернулась обратно. И, ай да, наверх. Навстречу к лестницам. Я все-таки решила подняться. Я же не зря сюда приехала. Должна это увидеть. Вот. Легкая дышка. Но вид того стоит, правда. Подняться я поднялась. Только я забыла, что у них хобби. Еще я на них. Ну, ничего. Мы постигли. То есть, мы спустимся. Ни нас, несмотря ни на что. После того, как я благополучно спустилась, на самом деле мы очень сильно проголодались. Потому что практически полдня заняла эта обзорная экскурсия. Мы зашли в шоколадницу. Здесь шоколад и личная работа. Смотрите на эту прелесть. Про произведение искусства. Как оказалось, в этот ресторан можно попасть только по резервации. Осьминожки лазают по крышам. Рядом с этим молом находится золотая мечеть. На данный момент мы в поисках. Он находится на заднем дворе. Знаете, куда мы пришли? Золотая мечеть. Здесь все золото. Хоть и камера не передает всей красоты. Наверное, днем он хорошенько светится. Подрисовывшись. Видите, вот так. Ну, мы приехали вечером. Потому что, наверное, увидим, как она светится. А здесь еще пуском рисуют. Так, я заказываю бутылочку со своим именем. Ты живешь в Каталке? Нет, 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 мы туристы. Я заказываю бутылочку. искусство. И роспись для меня очень близка. Роспись на песке. Причем через такое узкое горлышко, я не знаю, это прям, я к этому ко всему с таким трепетом отношусь. Любое изделие вручную работу, это эксклюзив. Этот прекрасный мастер. Сделал мастер. За 55 грамм. Это очень тонкая мастер. Давай я загрузи покажу. Посмотрите. Вы видели такой огромный подарок? О, луна. Ну что, друзья, наша прогулка завершилась. Пришла... Блин, что это? Ну что, друзья, наша прогулка завершилась. Надеюсь, вам обзорную экскурсию понравилась. А мы поехали дальше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...